Это Политбюро, здравствуйте, я Инга Мизеря, со мной на связи Игорь Яковенко, здравствуйте. Здравствуйте. Подписаны стамбульские соглашения касательно вывоза зерна из Украины. В данной ситуации Россия пошла на это, да? Это показывает о том, что под большим давлением Россия может соглашаться? Да, безусловно. Причем это давление со стороны именно Турции, это показывает, что на сегодняшний момент в конкуренции двух империй, двух диктаторов, Эрдоган, конечно, обладает большими ресурсами, чем Путин. Но он это не раз доказывал, и там сбитый самолет, это нож в спину знаменитый во время Сирийской войны. Ну и в целом и встреча в Тегеране, когда Путин приехал, обычно, так сказать, он опаздывает часа на два, а здесь он приехал раньше и весь, так сказать, как засватанный, стоял, ждал, переминался там, значит, делал, принимал жалкие позы. Понятно, что Эрдоган на сегодняшний момент сильнее. И, конечно, это было сделано под давлением Эрдогана. Эрдоган просто воспользовался ситуацией, ну, так скажем, не поставил Путина на колени, но загнал его в угол и сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Безусловно, это еще одно очередное унижение Путина. Путин отступил, Путин поддался этому давлению. Путин, безусловно, поддается давлению со стороны Китая, и со стороны это было в ситуации, когда он мгновенно посвистку вывел свои войска из Казахстана, известная ситуация. И вот сейчас, когда он заключил вот эту сделку по выпуску украинского зерна с Украины. Это, в общем, показывает сейчас очень уязвимое положение Путина, в которое он сам себя поставил, начав войну против Украины. Я помню, что подсчитывали, что около 20 минут в прошлый раз, когда была встреча Путина с Эрдоганом, Путин заставил Эрдогана ждать. И теперь мы видим, как Путин приходит вовремя и ждет других. Можно ли сказать, что, в принципе, Путин уже не поднимется? То есть, скажем, тот спидистал, с которого он пытался плевать на всех, в общем-то, уже имеет три ножки. Действительно, здесь многое говорит язык тела. То есть, вот тот вальяжный Путин, который, так сказать, развалясь, сидел всегда против своих партнеров и там шутил, острил, через губу что-то говорил, пошлые анекдоты рассказывал. Это все в прошлом. Сегодня Путин – это тот жалкий, так сказать, жалкий скорченный карлик, который сидит в странных ортопедических ботиночках напротив лидера Ирана, который царственно, так сказать, восседает в кресле. Хотя у них одинаковая мебель была, на которой сидел Путин и на которой сидел лидер Ирана, но, тем не менее, было понятно, кто в доме хозяин. Не только территориально, но и политически. То есть, это, безусловно, Путин оказался на совершенно другом месте. Это никакой не пьедестал. Это такая скамеечка для ног, на которой сегодня находится Путин. И это, я не думаю, что в дальнейшем это может измениться. Потому что ресурсов для того, чтобы по-прежнему, так сказать, изображать из себя великого хозяина земли у Путина просто нет. Дальше будет хуже. То есть, пока он еще имеет возможность общаться с Эрдоганом и лидером Ирана. Но в дальнейшем, я думаю, что круг его общения будет ограничен уже лидерами ДНР, ЛНР, так сказать. Ну и внутри страны, там, Соловьевым, Симоньян и так далее. То есть, вот перспективы Путина именно таковы. Да, вот на этой встрече еще и под кондиционером его посадили. И Путин потом жаловался, что он простыл. Вот список недружественных государств для России, он все расширяется. И входят туда как раз страны, развитые, демократические, те, с которыми обычно все хотят дружить. Затягивает ли железный занавес Путин покрепче над Россией? Ну, этот железный занавес пока носит односторонний характер, он, так сказать, такая вот полупроводимость. То есть, с одной стороны, он в значительной степени все-таки извне. То есть, значительное большинство стран, те, которые рассматривают путинскую Россию как агрессивного и нежелательного партнера, оно значительно больше, чем те страны, которых Путин объявляет, значит, недружественными, нежелательными. Но в перспективе, я думаю, что это будет, этот железный занавес может быть и изнутри, и снаружи. Будет ли это касаться запрета на выезд, это большой вопрос. Некоторые тенденции в движении к этому, этой версии железного занавеса пока есть. Но пока это не железный занавес, а такое железное жалюзи, которое может открываться, закрываться и так далее. Ну, а в целом, более-менее понятно, на сегодняшний момент число стран, которые открыто поддерживают путинский режим, это, ну, помимо, если не считать странами ДНР, ЛНР, то это, безусловно, там такие великие державы, как лично Ассад, потому что никакой Сирии, на самом деле, сегодня нет, нет такой страны, она уничтожена фактически. Есть Ассад, есть режим Ассада, который полностью безоговорочно поддерживает Путина, потому что он торчит у него из заднего кармана. Из другого заднего кармана у него торчит Лукашенко, поэтому вот это второй режим, опять-таки, это не Беларусь, это Лукашенко поддерживает. Ну, еще там Эритрея, я не знаю, сложная ситуация, Сомали поддерживает или нет, ну, вот такого порядка страны, да, ну, естественно, талибы. Вот еще один союзник, на которого Путин может как-то рассчитывать. Но талибы ненадежные союзники, потому что сегодня они за, завтра они начнут другую политику. Так что вот число стран реальных союзников, конечно, Путин очень мечтал увидеть своих союзников в Китае и Индию, но это иллюзия. Никакие они не союзники. Да, декларативно им выгодно сегодня говорить о том, что, так сказать, пытаться оппонировать США, в частности, через Путина. Но на самом деле, конечно, никакой не военный, не экономический союзник. Так что вот союзники – это вот такие. Режим Асада лично, режим Лукашенко лично, ну, вот, может быть, Эритрея до поры до времени. Еще там, может быть, какая-то парочка островов в Тихом океане. Ну, вот, собственно говоря, и все. Да, кстати, там Russia Today, не знаю, работает ли в Эритреи, но вот в Кении вроде открывается представительство своего, так что, может быть, появится еще одна очень дружественная страна. Игорь, вам большое спасибо. С нами был Игорь Яковенко. Не забывайте подписываться на Политбюро. Лайки, комментарии приветствуются. Я Индер Зеря с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok